Ваш дом может быть большим или маленьким, но не количество метров определяет качество вашей жизни в нем. Три года, получается, никак мы не можем разобраться. А то, как эти метры используются. Можете ли вы сказать, что ваш дом служит вам эффективно на все 100%? Каждый уголок и каждый сантиметр устроены логично и красиво. Или нет? Вы просто ходите привычным маршрутом от кухни до кровати, не замечаете забитый шкаф, заваленные углы. Кто вообще хозяин в доме? Вы или ваши вещи? Реально стало жалко, что мы все укидываем. Мы освобождаем дома наших героев, вывозим все их вещи, сортируем, раскладываем. И хозяевам остается только решить, что им действительно нужно и что их радует. Представители новой профессии, организаторы пространства, поддержат расслабляющихся, а потом разложат сократившееся имущество логично и красиво. Лучшие дизайнеры помогут не только со стилем, но и с правильной организацией пространства. Вместе мы сила, которая сделает идеальным любой дом. Сегодня в суперкоманде «Большой переделки» организатор пространства Татьяна Самотоина и архитектор Андрей Бурков. Они будут выводить на новый уровень квартиру семьи Гавриченкова и Кузенковых из поселка Удельное Московской области. Павел художник, реставратор, иконописец, монументалист, руководит народной изо-студии. Юлия тоже художник, организовала детскую студию живописи и любительский театральный коллектив. Их дети – Матвей, Ульяна и Марианна. Переделка начинается с диагностики. Получаем ключи и приступаем. Гавриченко, вы уехали, оставили нам ключи от своей квартиры, и большая переделка начинается. Меня зовут Ольга Миндель, со мной Татьяна Самотоина. Всем привет! Профессиональный организатор пространства. Ну что ж, мы приехали сюда буквально по зову хозяйки этого дома. Она – мама троих детей. И как все мамы этого мира, находятся в постоянной битве за порядок. К сожалению, в этой борьбе выигрывают пока вещи. Моя уборка в этом доме похожа на стройку дворца из песка. Вот я его строю, и налетает такая волна, и все смывает. Меня вообще это все просто угнетает. Вот это убирать, убирать, убирать. Здесь смешалось все – кони, велосипеды, ботинки. Но я все-таки предлагаю начать не отсюда, а начать с кухни. Здесь собирается вся семья. И, конечно, если мы здесь наведем порядок, наступит порядок в душе у хозяйки. Она будет более уверенно себя ощущать. Тогда она сможет вдохновить на организацию порядка и других своих домочадцев. И я уверена, что порядок победит. Трехкомнатную квартиру Гавриченковой-Кузенковой купили три года назад. Дом построен в 1957 году. Здесь правильная архитектура, высокие потолки и удобная планировка. Есть спальня родителей, она же мастерская Павла. Две детские. Одна для сна, другая для игры и занятий. Кухня 10 квадратных метров. Здесь готовят, едят. А между этими занятиями хозяйка пишет картины. Я предлагаю открыть прям любой ящик. Давай начнем вот с этого. Хозяйка у нас пыталась организовать пространство, и она уже приобрела даже контейнер, который не сработал, потому что нет системы. Смотри-ка, контейнер с пакетами. В каждой семье есть такой. Я тебе покажу, как этот пакет уменьшить в несколько раз. Берем, сматываем. И просто ручки продеваем вовнутрь нашего бублика. И пакет уже... Такая розочка у нас получилась. Можно сделать такую корзинку с розами. Да, можно. Танечка, смотри, сколько тут всего нужного. И ненужного тоже. Там лежат вещи, которые мы положили. Они вроде нужные, но я сейчас не вспомню, что правда. Таня, смотри, какая светлая, большая, просторная комната. Да. Мне кажется, самая организованная во всей квартире. Самая порядочная комната. Детей особо не пускают сюда. Ну, или они приходят, себя ведут тихо, ничего не трогают, не разбрасывают. Ну, и, соответственно, какой-то более-менее такой порядок и получился в этой комнате. Давай посмотрим, что в шкафу. Открываем. Ну, вещей много. Ну, скажем так. Да. Видно, что лежат они вперемешку, и, конечно, с ними тоже нужно разбираться. Я надеюсь, что вы нам как-то поможете. Если перевести в цифры, получается, что в квартире площадью почти 80 квадратных метров 33 используются неэффективно. Но у нас есть план. В прихожей выстроим закрытый высокий шкаф, добавим стойку для велосипедов и комод для спортивного инвентаря. В спальне по-новому организуем хранение и, пожалуй, модернизируем рабочее место Павла. Нишу у входа на кухню превратим в шкафчик с дверцами. А саму кухню преобразим до неузнаваемости. По двум стенам станет гарнитур. Выделим пространство для семейной картинной галереи. Предусмотрим шкафчики для холстов, кистей и красок. Здесь будет одинаково удобно и радостно готовить и творить. А теперь в большой переделке наступает очень важный и ответственный момент. Вещи из этой квартиры переезжают в огромный ангар, где нашим героям предстоит сделать очень важный для себя выбор. Что из этого вернется в их обновленную квартиру, а что нет? Поехали! Опытные люди, показывая квартиру перед продажей, вывозят из нее часть вещей. Так она кажется больше и светлее. Вот и у нас такой же эффект. После того, как вещи упаковали и перевезли в ангар. Там их аккуратно рассортировали и разложили по категориям. Одежда, кухонная утварь, новогодние игрушки, памятные сувениры и много чего еще. Юле и Павлу предстоит непростая, но вдохновляющая работа – распределить все это по трем зонам. В зеленую – отправить то, что вернется в их преображенную квартиру. В красную – то, что им больше не нужно. В желтую – вещи, вызывающие сомнения. Что случится, когда две творческие натуры окажутся перед армией вещей, которая теснила их, создавала хаос и мешала дышать и творить? Посмотрим. Паша, Юля, заходите. Вот они, ваши вещи. О, Боже. Это все наше? Это просто поразительно. Это невероятно вообще. Какой кошмар. Одежды сколько? Мама, дорогая, хуже. Не ожидали? Нет, я не знаю. Очень-очень-очень много. Я не понимаю, где они у меня хранились все. Огромность их поразила, вот этих столов. Но когда я узнал, что еще вот за столами стоят стеллажи с нашими вещами, это было новостью для меня. Я не ожидал, что их так много. Очень хочется взять побыстрее корзинку и вот собрать какие-то вещи у нее, как в магазине. Те вещи, которые вам нужны, отправите в зеленую зону. Красная зона для тех вещей, которые вам уже не понадобятся, но, возможно, понадобятся другим людям. Желтая зона, это такая буферная зона, в которую вы сможете отнести те вещи, насчет которых вы сомневаетесь, и через год принять решение, нужны они вам или нет. Очень хочется начать побыстрее. У меня есть для вас хорошая новость. Вам будет помогать ваш организатор пространства Татьяна Самотоина. Здравствуйте. 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 Татьяна, нам же нужно наших героев как-то настроить, на правильный лад, вдохновить. Да, у меня есть для вас очень маленькое и очень простое задание. Сейчас вам нужно будет осмотреть все вещи, которые есть в этом зале, и выбрать ту, с которой вы точно не хотите расстаться. У вас есть 30 секунд. Время пошло. И все? Да. Удивительно. Почему именно эта вещь? Это вещь, которая хранится у меня с моего счастливого детства. Папа приносил елку, мы ее украшали. И я, когда была маленькая, очень любила рассматривать елку и придумывать разные истории про елочные игрушки. Она мне дорога, как память, и она меня вдохновляет на будущее, новые какие-то проекты, идеи. И Павел тоже в творчество пошел. Что у вас? Почему именно эта картина? Так получилось, что я невольно пришел к теме Рождества. Просто я присутствовал на родах своих детей. Я как-то не могу расстаться. Это Юля, да, я так понимаю? Это мой образ. Это мой образ Богородицы, а лицо Юли. Сохраните вот это ощущение, когда вы выбирали эти вещи, и все последующие выбирайте с таким же настроем и с таким же ощущением внутри, чтобы эти вещи приносили такое же удовольствие и радость вам не только сегодня, но и в будущем. Я вижу, что все получится. Вы в надежных руках. А мне нужно вернуться в вашу квартиру, потому что там нужно контролировать большую переделку. Держайте. Увидимся. Пока. Начать решили с самой утилитарной категории – кухонной утвари. И сразу стало понятно, что для пары художников эстетика и история вещи намного важнее пользы от нее. Я бы взял тульски, они красивые. Это наш свадебный подарок. А в нем можно хранить не только крупы, травы, но даже молоко, и оно долго не портится. Да, замечательно. Это дорожная солонка. Вот, можно с собой взять дорогу и присаливать что-нибудь. Она еще очень красивая. Соль в ней особенная, потому что все-таки сделана руками. Вот эта вот тоже, на самом деле, коробочка мне вообще нравится, потому что она очень красивая. Она, кстати, не очень функциональная, ее не очень удобно открывать. Но если она не очень функциональная, то... Точно хотите? Ее, да, можно нарисовать. Ага. Так. Это тазик. Мы в нем каждую пасху красим яйцем. Вот. Они тоже у нас арт-объект. Мы делаем по старой такой традиции в чулках с травками. Получается потрясающее яйцо в луковой шелухе. Поэтому она такого вот цвета. И она пользуется, ну, раз в год, но зато для очень важных целей. А можно взять вот это? Она просто эстетически симпатичная. Красивая. Ну, конечно, можно нарисовать. Она радует глаз. Она радует... Но вы ею пользуетесь? А я даже не знаю, что это. А вдруг осознал, выехав из дома, что, в общем, человек нуждается в малом количестве вещей. И вдруг это так ясно открылось. Наш дом, он как невеста, которая вступает в новую жизнь. Сюда хочется только лучшее, только красивое. Какое поэтическое сравнение и какая здравая мысль. Если вещь не радует и не приносит пользу, зачем она в доме? В красную зону отправятся поцарапанные контейнеры, потерянные и забытые в дальних ящиках консервные ножи, столовые приборы, поврежденные утвы и ненужная посуда. Юлия и Павел начали решительно. Посмотрим, хватит ли их запала на все остальное. А в кухне Павла и Юлии улеглась уже пыль от разгрома. Дранка на стенах и доски перекрытия старые, но в хорошем состоянии, с ними можно работать. А вот окно необходимо заменить. Прежняя деревянная конструкция была не без изъянов, пропускалась и из Никит. У нового окна пятикамерный немецкий профиль шириной 76 миллиметров. Уличный шум и любая непогода ему нипочем. Темная ламинация даст интерьеру четкие линии, словно штрих углем на бумаге. Теперь пора хорошенько загрунтовать стены, не пропуская ни миллиметра. Следующим слоем ляжет гипсовая штукатурка. Нужна безукоризненно ровная и гладкая стена, поэтому выбрали состав, усиленный микроволокнами. Он набирает прочность после высыхания и не дает усадки. Стены с дранкой требуют особого подхода. Выручает цементно-известковая штукатурка. Она предназначена вообще для фасадов, а уж в помещении у нее такой запас прочности, что можно ни о чем не волноваться. Армирующая сетка усилит жидкую стяжку. Наши мастера уже устроили новое основание пола, серьезно его утеплили. Квартира на первом этаже, но теперь и зимой можно будет ходить босиком. Рэперные маячки встают по местам, обозначая нужный уровень раствору. И остается только выгнать пузырьки воздуха. Высота потолка в 3 с лишним метра позволяет не экономить каждый сантиметр. Можно добавить интересной геометрии. Готовый каркас обшивается влагостойким гипсокартоном. По периметру сделали ступеньку, которой макушками прижмутся верхние секции шкафов. У входа выстроили перегородку. В ангаре Павел обнаружил, что его гардероб полон ненужных вещей. И, кажется, готов расстаться с ними. Причем со всеми сразу. Ничего не возьму. Вот из этого ничего. Может быть, взять жилетку, например, осенью, когда ты идешь на этюды? Наверное, не буду. А куртку для этюдов зимой? Есть другая куртка для этюдов. Когда-то я купил спортивный костюм, надеясь заняться спортом в нем. Но так и не случилось. Спортом я, конечно, занимаюсь, но... Почему-то без костюма. В домашних условиях. А вот здесь еще очень-очень много футболок. Я отказываюсь. Вообще от всех? От всех. А в чем же вы ходить будете? Изумлена даже Татьяна Самотоина. А ведь она опытный организатор пространства. Когда вот видишь вещи в иной обстановке, взгляд твой становится более объективным. И ощущение такое, как будто ты попал в секонд-хенд. Чуть-чуть оттенок такой убогости какой-то, немного потертости. Как бы легко, в общем, отказываться. Свадебный пиджак еще до сих пор представляете. Красота какая. А вы в него помещаетесь? Прямо даже интересно. Он, наверное, маленький. Но давайте посмотрим. Мала кольчу. Маловато. Пиджак в красную зону. А это значок? Значок Российской Академии Живописи и Военнее Изучество, где мы с Юлей учились и там уже с ней познакомились. Я училась на первом курсе. Была в каком-то темном коридоре, где стояли старшекурсники. Я прошла мимо, и меня поймала рука. И голос сказал, что какие здесь нимфы бродят. Я не видела, кто был владельцем этой руки, но запомнила голос. И с того момента мы стали чаще общаться потом и влюбились друг в друга. Любовь пусть остается и длится. А ненужные куртки, футболки, костюмы, которые стали малы, пусть отправятся в красную зону. Друзья, как у вас дела? У нас все замечательно. Мы идем семимильными шагами. Чувствуешь себя намного легче, как от липкой паутины освобождаешься. Мне, например, очень интересно. Для того, чтобы дела у вас пошли дальше еще легче, мы приготовили для вас зону релакса. Пойдемте, расслабимся, поболтаем. Как вы на это смотрите? Как вам массаж? Очень приятно, особенно ноги. Такое ощущение, что там находится кто-то живой, даже вздыхает. Мечтая. Да. Скажите, вы такое же удовольствие смогли получить от процесса, в который сегодня попали? Замечательный такой процесс. Когда ставится выбор вот такой, или-или, как бы это решается почти мгновенно, как-то легче со всем этим расставаться. Хорошо, что это тебя ставят перед фактом, и ты принимаешь более четкое, правильное решение. Потому что была бы я дома, конечно бы, я подумала, что ну нет, это пригодится, может быть, потом. Концентрируешься. Да. То есть ты делаешь наиболее правильный выбор. Чтобы вы унесли с собой эти замечательные ощущения, мы приготовили вам сюрприз. Смотрите, такая замечательная накладка на кресло. Массажная накладка. Выглядит творчески. Часто творите. Творите в напряжении. Мышцы напрягаются. Нужно их срочно расслабить. Вот такая накладка. Вы откидываетесь, происходит расслабляющий массаж. Здесь три разных вида. Шиацию. Точечный и воздушный массаж. Воздухом разгоняет лимфу по всему телу. По-моему, вам пригодится. Спасибо большое. Очень тронутый. Отдохнули немного и за работу. В ангаре еще много неразобранных вещей. А в квартире наших героев все самое интересное только начинается. Большая переделка продолжает преображать квартиру Гавриченковых-Кузенковых. В кухне замешивается финишная шпаклевка. Она выровняет поверхность, справится с любыми углублениями, впадинами и царапинами. А идеально гладкими и готовыми к покраске стены сделает вот эта пастообразная смесь. Обе шпаклевки с мрамором в составе. Так что поверхности получаются белоснежными. Скоро и цвет появится. Чтобы подобрать нужный оттенок, архитектор Андрей Волков и ведущая Ольга Миндель взяли в руки валики. Краска английская, экономичная, быстро сохнущая и безопасная для детей. В нашем случае это важно, ведь у Гавриченковых их трое. Странное дело, практически все наши дизайнеры в своих проектах используют серый цвет. Что это такое? Начнем с того, что мы не договаривались. Поверьте мне, это точно так. Конкретно в моем проекте, не могу говорить за коллег, да, такой цвет выбран для того, чтобы оттенить белое пространство фасадов кухни. И самое главное, чтобы экспонировать живопись, нужен нейтральный фон. Ну и какой из этих серых наш серый? Чтобы окончательно определиться с этим, нужно посмотреть другие материалы в этом интервью. Давай покажем. Посмотрим пол. Мральский керамический гранит, который имитирует поверхность мрамора. Гораздо более практичный, чем натуральный мрамор. Мрамор очень прекрасный материал, хороший, но, в общем, на кухне его использовать не очень. Если мы уроним... Покал вина. Покал вина, да. Например. Или кастрюлю с хорошим качественным борщом, он впитается, значит, в пол. Керамогранит этого не допускает, и тут будет все хорошо, и при этом наша поверхность соответствует нашим затросам. Да, давай поставим. Давай сюда. Вот. Как видно, он у нас такой серо-черный и теплая гамма. Поэтому мне кажется, что вот из этих вот... Вот тут у нас два холодных оттенка, и вот эти два теплых. Давай тогда туда поближе подлиним, да, чтобы мы уже явно понимали, что мы выбираем из этих мук. Второе. Нам нужно посмотреть на столешницу. Здесь вот такая серая нейтральная столешница. Теплая, кстати, такая. Да, теплая. И две более активные, с белыми прожилками, которые как бы напоминают черный мрамор. И мне кажется, что так будет хорошо. Да, мне он тоже больше всего нравится. И последнее, что мы должны посмотреть, это фактуру фасадов. В принципе, они все хороши. Мне кажется, вот этот более-менее нам подходит. Осталось выбрать один из серых вот этих теплых. Какой из? Мне кажется, в этом сером больше солнца, больше какой-то теплоты, нежности, прозрачности. Я голосую за это. Такой достаточно спокойный, респектабельный интерьер получается. Да. В ангаре Юлия и Павел продолжают разбираться с одеждой. Оказалось, что в шкафу в спальне родителей хранилось огромное количество детских вещей. Большой шкаф в нашей спальне, он также и семейный, не только маме с папой. У нас барышни все нарядные. Сын тоже, он такой. И любит переодеваться. Сын тоже переодеваться. Вот еще они любят играть в театры, поэтому для них иногда это одежда еще. Театральный костюм. Театральный костюм. Ой, моя любимая юбочка. И это тоже. Все берем. А вот это? Рубашка Матвея, но он жизнью вырос. Можно оставить и передать. Другому хорошему мальчику. Другому Матвею. Благодаря тому, что у нас огромное количество друзей, много-многодетных, у нас как бы идет такой взаимообмен, но наступает момент, когда переизбыток происходит. Бывает сложно, когда тебе приносит человек вещи, и ты не можешь отказать ему. Хочется научиться как бы, ну, ставить вот эти рамки и в то же время, ну, не обижать человека, да, а как-то объяснять ему. Не всегда это получается. Сегодня у Юли получилось среди модных юбочек и платьев отобрать неподходящие по стилю и те, из которых Гавриченкова младше выросли. Этим нарядом место в красной зоне. Пусть ищут новых юных хозяев. Это мой гардероб. Здесь у меня я вижу несколько платьев. Они как бы немножко похожи, но разные по цвету, на разные случаи жизни, на разные настроения. На паспу на день и на яркий солнечный день. Да, да, да. Тоже моя одна из любимых лузок. Вещи должны быть любимые, поэтому любимый лузок оставляем. Да, самое любимое, самое красивое. Отлично. Хочу оставить вот это платье. Да. Оно новое. Ждет своего часа, чтобы я смогла его одеть. Что для этого нужно? Прийти в определенную форму. Угу. Вот. Поэтому оно будет для меня как стимул. Это платье мы называем замерным платьем. Вот, замерным. То есть периодически нужно в него пытаться поместиться. Правильно я понимаю? Платье надежды на лучшее. Да. Какие-то вещи, которые я даже забыла тут хранятся. Вот это плоско вообще. Столетний, 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 Давности. Когда последний раз ее надевали? Я помню тебя в ней. Юля хотела отправить эту давно забытую вещь в красную зону. Но совершила стратегическую ошибку. Примерила. Передумала. Так. Оставляю ее в зеленый. Мне стало очень жалко. С ней связано очень много воспоминаний. А носить вы ее будете? Буду. Но редко. Для некоторых женщин даже этот шопинг, это некая такая терапия. Много одежды, да, много украшений. Говорит о том, что я пыталась через вот эти вещи, ну, как-то о себе позаботиться. А лучше, наверное, не через вещи, а как-то другим способом. Правильно, и так скажем, ну, мужья отправляют жену в баню сходить. Мыться, обновиться, вот, и выйти свежим человеком. Но в баню это сложно организовать все. Это же надо куда-то детей. В магазин можно и с детьми пойти. Спасибо вам большое, что вы мне помогли. Я очень давно этого ждала. И без вас бы не справилась. Позвольте вас обнять за это. Как приятно и как просто избавляться от лишнего. Юлия довольна. А мы за ней очень рады. Целая гора неподходящей. И ненужная одежда не вернется в квартиру. А в квартире на кухне уже началась чистовая отделка. На эластичный клей укладывают крупные плетки глазурованного керамогранита. На вид точь-в-точь, как итальянский мрамор колокадо. Жемчужно-белый, с дымчатыми прожилками. Производится у нас в стране, на Урале. Стена с окном будет выглядеть как кирпичная. За счет клинкерной плетки, имитирующей кирпич. Уже на месте дверь из Великого Новгорода. Настолько высокая, что с ней потолок в 3 с небольшим метра кажется еще выше. Посмотрите, как преобразился коридор. Его не узнать. Стены и потолок выровняли и покрасили. Новая входная дверь из Йошкаролы прочная и нарядная. На мягкую подложку укладывается ламинат. Практичный вариант для проходной зоны. Легкая невесомая серая дымка обволакивает стены. Краска немаркая и износостойкая. Можно даже влажной тканью протирать. Эта опция, как никакая другая, важна для семьи с детьми. Шкаф при входе в ширину невелик. Мы ограничены дверным проемом. Зато он высокий. Тут разместим верхнюю одежду, аксессуары и обувь. Двери в комнаты, ванную и туалет заменили на новые. А не того же оттенка, какова будет часть кухонных фасадов. Помните, как раньше выглядела эта ниша? Теперь внутри новые крепкие полки. Их можно закрыть дверцами. И никакого больше визуального шума. А это стойка приспособления для хранения велосипедов. Мы так здорово освежили коридор и прихожую наших героев. Двери вон какие хорошие у нас теперь стоят. У нас новый пол, новые обои, двери везде мы поменяли по периметру. Входная дверь тоже тянула. Работа очень большая была. Вообще любой ремонт – это такое целое мероприятие. Особенно в квартирах, которые в старом жилом фонде находятся. Да. Старый жилой фонд, на самом деле, я его люблю больше, чем новостройки. Потому что в этих домах есть история. Они, как правило, сделаны основательно. У них толстые стены, высокие потолки. Но есть, конечно, и проблемы. Коммуникации инженерные нужно как бы менять, обновлять. Но если в общем и целом вложиться хорошим ремонтом, привести вот эти вещи в порядок, то, на мой взгляд, старый жилой фонд более качественный для жилья, чем новостройки. Я просто думаю о том, что нашим героям еще придется ремонт делать в детских. Да, еще есть много пространства, куда нужно применить силы. Я тут подумала, даже если у Юлии и Павла нет на это свободных денег, можно взять кредит наличными в Госпомбанке. Сейчас как раз в подходящее время ставка, смотри, всего 5,9%. Ну. Оформить можно онлайн, и документов нужен минимум. Интересно. Пора возвращаться на кухню. Из подмосковной электростали уже доставили изготовленный для нас мебельный гарнитур. Вдоль одной стены выстраиваются белые секции. Вдоль другой – в ламинации под светлое дерево. Их так много, что у хозяйки наверняка останутся свободные полки. Посады крепятся на петли быстрого монтажа. Бесшумно двигаются ящики с доводчиками. О свободной стене добавили графичности. Кухонная столешница и подоконник из черного искусственного камня. Розетки тоже черные. Отлично сочетаются с ламинацией новых рам. Подоконник можно использовать как стол для рисования, например, или как лавку, сесть и помечтать, глядя в окно. А стекление надежное, будет тепло и комфортно. В ангаре Юлия и Павел начали разбирать новогодние игрушки. Для наших героев это очень важная категория. С ней связано много воспоминаний, традиций и даже мистики. Здесь есть даже игрушки, которые я шила сама, когда была маленькая. Вот эти, кстати, тоже шишки, они особенные. Собранные возле моего дома родительского. И под окнами у нас была высокая елья. У меня есть вот такая игрушка. Когда не было детей, а мы их так долго-долго ждали, я нарисовала свой образ и нарисовала трех детей. Мы ее каждый год вешали на елку, а потом эта мечта сбылась. А когда мы ждали второго ребенка, моя подруга сшила вот такую девочку. Ну это волшебство просто. Да, и родилась Ульяна. Елка новогодняя и рождественская. Исполняет мечты. И тоже вот соску я купила, и у нас родилась Марьяша. Третий ребенок. Ну все игрушки хорошие, да? Да. Будет у нас воспоминания теплые. Я не знаю предыстории многих вещей. Юля это все помнит как-то удивительным образом. Когда вот она рассказывает, чуть-чуть иной окрас появляется этих вещей. Некоторые вот ее истории очень тронули меня. Каждый год, ну, дает надежды на лучшее. Согласна. Всегда хочется что-то оставить за порогом старого года. И в Новый год шагнуть с новыми мыслями, идеями. Практически как мы с вами сейчас. Да, вот ваша передача очень похожа на новогодний праздник. Все старые игрушки и те, что сделаны своими руками, и просто памятные, вернутся домой. Но кое-что все-таки отправится в красную зону. Остались книги. Но с ними Гавриченковы расставаться не планируют. Они не представляют дом без хорошей библиотеки. От вещей отказываемся, книги оставляем. Да, вот, например, книги с автографом Распутина. Павлу Гавриченкову и Юлии Кузенковой Гавриченковой. Талантливым русским людям. С радостью, что есть еще такие. 2003 год. У наших героев много книг с автографами авторов. Есть собрание сочинений классиков, стихи и прозы современников. И, конечно, художественные альбомы. А вот еще альбом, в котором портрет нашей семьи называется «Старый шкаф». Матвей сидит в шкафу, на заднем плане Юля кормит. В зеркале, да? Сижу Яну и сижу я, работаю. Маленький автопортрет и портрет всей семьи. Ой, вообще. Цветные зоны в нашем ангаре тоже способны нарисовать портрет семьи. Например, пустующее желтое говорит нам, что Юлия и Павел – люди решительные. Целый год думать о том, понадобится им какой-то предмет или нет, они не намерены. Не отправили в эту зону ни одной вещи. Зеленая зона рисует наших героев людьми творческими. Сюда ушли их картины и этюды, а также предметы, нужные только для рисования, как объекты. Контейнеры с новогодними игрушками содержат немало самоделок – детских и Юлиных. Большое семейное видео и фотоархив уедет домой вместе с обещанием срочно его разобрать и оформить. Одежда. Совсем немного вещей Павла, побольше детских и Юлиных. Домой вернется только самая лучшая, нужная кухонная утварь и целая коллекция книг. Гавриченков и Кузенковы с удовольствием перечитывают их сами и уверены, дети в будущем тоже наверняка смогут по достоинству оценить хорошую литературу. Что касается «Красной зоны», она красноречиво говорит о том, что герои готовы к переменам. Здесь очень много старых курток, платьев, рубашек, обуви, неподходящие или вовсе отработавшие свое. Аксессуары, сувениры, ненужная посуда. Павел даже обнаружил, что может отдать некоторые книги, хотя изначально уменьшать библиотеку вообще не планировал. Результат впечатляет. Надеемся, и наша работа в квартире впечатлит хозяев. На кухне свои места уже заняли графичные черные светильники всех мастей. Встроенные, подвесные, трековые, поворотные. Жалюзи тоже черные. Варочную панель освещает и вентилирует вытяжка с тихим мотором. Сама панель газовая из закаленного стекла и вытяжка и панель польского производства. А вот и обеденная группа. Стол на буковых ножках. Этот стул для младшей Марианы. Девочка будет сидеть удобно, опираясь ножками, и подрастет стул вместе с ней. И вот кухня, да и почти вся квартира готовы принять отобранные в ангаре вещи. Как здорово, что у наших героев теперь будет и кухня, и творческая мастерская, которой Юле так не хватало. За творческую часть у нас отвечает вот эта стена, где будут холсты в перспективе. Еще есть скрытые ниши для того, чтобы можно было предварительно холсты или листовой материал какой-то, акварельную бумагу, пастельную. А вот для красок, для кистей есть еще у нас пространство. Секретный шкафчик вот здесь мы предусмотрели для того, чтобы там размещать все, что необходимо для творчества. Даже волшебный уголок, так мы называемый, который позволяет использовать это пространство полностью на всю глубину. О, посудомойка теперь у наших героев есть. Вот это счастье. Трое детей у Гавриченковых. Посудомойка. И у нас традиционные ящики, достаточно вместительные, открываются полностью на всю глубину. Вот в эти большие загрузка в них до 40 килограмм, так говорит производитель. О, ничего себе. Тоже беззвучно закрываются. Столовая зона у нас расположилась там, где она и должна быть. Она теперь освещена центральным светильником. Места достаточно для всех. В большой переделке важный этап. Возвращаем домой все вещи наших героев. В новую жизнь Юлии и Павел решили отправиться налегке. В ангар мы вывозили 79 коробок, а вернули только 41. Сложностей с раскладкой и расстановкой, скорее всего, не будет. Спальню приодели, новые шторы и покрывала. Вместо старого рабочего стола Павла поставили новый. Закрепили надежные крепкие полки. Можно переходить к организации хранения в шкафу. Здесь начнем с самого красивого. С украшений Юлии. Совершенно верно. Мы установили специальную полку. И здесь можно хранить не только бижутерию. Здесь можно хранить часы, галстуки, ремни. Заполняем соседнюю секцию шкафа. Павел отправил много своей одежды в красную зону. Оставшаяся свободно размещается на штангу. А вот и Юлины блоски, рубашки и джемперы. Казалось бы, что проще вещи в шкаф повесить. А нет, у всего есть свои правила и свои тонкости. Самое первое правило – это одна вешалка, одна вещь. Так, вещи все видно. Можно выбрать то, что тебе необходимо, и надеть. Но если сравнить с тем, что было, они как будто задышали здесь. Между вешалками очень важно оставлять небольшое расстояние, чтобы вещь действительно дышала, чтобы не было вот этого неприятного запаха шкафа. Одеяло, пледы, постельное белье размещаем на полках. Часть стопками. Часть убрали в кофру. Знаешь, мне кажется, что мы складываем носки так, как это делали наши родители. Да, есть такое. Моя память подсказывает мне складывать носки вот так. Но есть гораздо компактнее способы. Кладем носок на носок. На ладонь загибаем резинку. Оставшуюся часть от носка складываем пополам. Вот этот кусочек под резинку убираем в кармашек. Давайте попробуем повторить за Татьяной. Это совсем не сложно. Моя прелесть. Елочные украшения складываем по принципу матрешки. В небольшие коробки, которые в свою очередь встают в кофры побольше. Игрушка из юлиного детства, та, что ей особенно дорога, легла сверху. На кухне первым делом заполняем кофейно-чайный уголок. И вот теперь нам пригодятся контейнеры. Контейнеры, я считаю, великим изобретением человечества. Совсем недавно стала использовать их для круп. Разница велика. Очень удобно. Жучки заводятся гораздо реже и меньше. А, например, пшено, оно же постоянно прогоркает. Некоторые используют только в супы, например, как я. Поэтому он стоит долго и становится горьким быстро. А вот в контейнерах все-таки больше свежесть сохраняется. А еще все эти жуткие пакетики... Рвутся вот так вот. Самый непокодящий момент, да. Хорошо, с супущим продуктом действительно тут место. А вот специи я храню прямо так, в контейнере, типа такого, да? Как в картотеке. Во-первых, просыпаются точно так же, как у нас крупа, очень часто. И во-вторых, выдыхаются. Специи теряют свой аромат. Поэтому, когда они в плотно закрытой баночке, это гораздо удобнее. Плюс ко всему еще чайной ложкой можно отмерить ровно столько, сколько тебе нужно. Баночки занимают полки в ящике, которые ближе к плите. Ведерко для мусора, конечно, предусмотрели. Оно небольшое, но это не проблема. Для пищевых отходов теперь есть измельчитель. Он компактный, но при этом за две минуты справится с килограммом очисток и остатков. Здесь не остается никаких частиц и не бойк никакого запаха. И дополнительное ведро под раковину не нужно ставить. А у нас здесь контейнер для запаса всяких губок, салфеток, которые нужны на кухне. И еще контейнер для пакетов, с которыми мы приходим из магазинов. Кстати, я запомнила, как сворачивает пакет розочкой. Ты показывала в самом начале? Смотри, я тренировалась долго и упорно. Ну, вообще, красота! Сейчас еще один способ покажу. Раскладываем пакет, сворачиваем его в три раза. Получается вот такая полоска. И теперь треугольничками начинаем его складывать. Получается у нас вот такой треугольник. Ящики под плитой снабдим раздвижными подставками для сковородок и крышек. Удобно. Верхние секции занимает посуда. Старая хозяйская. И новая. Наверняка Юле она понадобится. Это полные комплекты для семейных обедов и ужин. Полотенце и салфетки убрали в контейнер. Так же, как практически всю утварь и мелкие гаджеты. Подписали сами контейнеры и полки. Сразу понятно, что где хранится. Краски и кисти нашей героини-художницы складываем в угловой шкафчик, как задумал архитектор Андрей Волков. Пора заполнить новый шкаф в коридоре. Шарфы, шапки, платки, перчатки мы разложили по кофрам. И все промаркировали, конечно. Обувь на выдвижную полку. Средства по уходу в контейнер. Еще одна обувница открытая. Велосипед легко крепится на стойке. Я не знала, что проблему с хранением велосипеда можно решить настолько легко. Целых два велосипеда можно уже здесь разместить. Ой, здравствуйте. Матрас, мизинский! Ура, 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 ура! Ничего себе, так быстро, ребята, как здорово! Да, это отдельная история. Пока Ольга Миндель и организатор пространства Татьяна Самотоина изящно складывали носки, обнаружилось, что матрас у наших героев старый, продавленный и требует замены. Раз в пять лет мы вменяем матрасы. Хорошо, когда есть такие отзывчивые партнеры. Матрас прислали нам мгновенно. Спасибо, он очень удобный, с наполнителем Memory Form, который принимает и сохраняет форму спящего на нем. Вернемся в прихожую. Нам еще нужно пристроить несколько очень важных вещей. Все игрушки, которые дети берут на улицу, валяются везде. Они обычно расползаются по всем коридорам. С коридором, прихожим. А теперь здесь они все будут жить вместе. Вот это решение. Вот это прям... Тань, да? Прям супер. Я рада, что понравилось. Тань, смотри, у нас теперь есть помощник. Ой, какой хорошенький. Это робот-пылесос iBoto C820. Очень мощный парень, кстати. Очень умный. Прежде чем начинать уборку, сканирует все пространство, строит карту, чистит только в тех местах, которые еще не пылесосил. Осталось закрепить в кухне чистые холсты. Это намек хозяевам, что здесь можно экспонировать свои работы. Сервируем стол. Посуда соблюдает дресс-код. Она в цветах интерьера. Гавриченков и Кузенковы скоро вернутся домой. Еще раз придирчиво осмотрим свою работу. Квартира наших героев преобразилась. Мест хранения теперь достаточно. Вся кухонная утварь и продукты заняли свои места. Спрятались за новенькими фасадами. Нишу у входа в кухню закрыли дверцами. Закрепили новые полки. Теперь здесь не хаос, а порядок. В прихожей заменили все двери. Обновили стены и пол. Поставили высокий шкаф. Организовали стойку для хранения велосипедов. В спальне-мастерской благодаря текстилю изменилось настроение. Появились новый рабочий стол, надежные полки и мобильное место для хранения красок и кистей. В хозяйском шкафу теперь все разложено и развешено логично, разумно и удобно. Но и сами хозяева молодцы. Они хорошо поработали в ангаре и освободили свою квартиру от огромного количества ненужных вещей. Приятно встречать Юлию и Павла и возвращать им ключи. Вот это да! Где мы? Добро пожаловать домой! Это совсем все другое! Это не наша квартира! Раз уж вы пришли, вы можете раздеться, помочь жене раздеться. Это шкаф. Смотреть сначала хочется. Я миллиарды раз представляла. Вот это да. Смотрите, какой шкаф у вас теперь! Теперь вот этих гроздьев одежды нет. Да, это же была моя болевая точка, прихожая именно в нашей квартире. Какой шкаф, и мы все сюда поместимся, вся наша семья. Ух ты! Шапки Матвея. О, боже, как здорово! Шапки Ульяны и Марьяши. Да, это очень удобно для детей именно. Теперь они будут помогать мне однозначно. А вот эта штука вообще просто бомба какая-то! Это наша мечта, чтобы у всей семьи были зелики, но так сложно где-то хранить. Это еще даже очень эстетично, кстати. Да. Это какой-то арт-объект вообще. Да. Двери, мне кажется, почему-то япония не поменяет. Да просто счастье! Еще такая-то штука. Не знаю, что здесь может быть вообще. Это же спортивный уголок, наверное. В каждой весе. Ребята, хочу спальню еще вашу показать. Вот, мы тут тоже немного похозяйничали. Ух ты! Вроде шкафы на месте, но все что-то по-другому. Совсем по-другому. Ух ты! Здорово! Паш, смотри. Ух ты! Класс какой! Где хочешь, там рисуй. Сегодня здесь хочу, завтра там. Это замечательно. Ну, вы смели, открывайте шкафы. Мы в шкафах тоже немножечко навели порядок. Много эмоций, то сразу невозможно... Ой, какое чудо! Как вы теперь сохраните порядок? Давай, Паша! Вау! Вот ты! Вот это! Появилась дополнительная штучка. О, Боже! Как здорово! И увлечу себе! Как и ввели на магазине. Поэтому я очень, кстати, скучала. Мне так этого не хватало. Вообще! Смотрите, теперь у каждого своя полка и каждый хозяин своего пространства. Все лежит так удобно. Угу. Юль! Даже не хочется дальше. Можно этот шкаех? Мне очень нравится такое название «Сезонное хранение». Это очень важная вещь. Как красиво! По цвету как все красиво вообще. Идеальный порядок. Новый год! Вот это самая тугожданная коробочка. Столько труда вообще. Я поражаюсь. Деревянные игрушки отдельно. Гирлянды отдельные, игрушки рассортированные. Обратите внимание на детали. Посмотрите на женское вешало и на мужское. И найдите в них отличия. Мужские черные, женские белые. Теперь не запутаемся, где чья вешала. Вот, кстати, посмотрите. Можно платье вешать вот так. Да. Это здорово. Вот это было для меня всегда загадкой. Как повесить длинное платье. Все. Теперь на кухню. О-о-о! Вот это да! О-о-о! Ничего себе! Как здесь стало! Я сколько раз представляла, но... Никогда. Белый квадрат. Типа заявка. Работа. Эти холсты ждут вашего творчества. Очень красиво. Как вам посуда ваша? Посуда просто стильная. Она еще и без удара прочного стекла. Невероятно. Правда? Потом испытаете. Ну, это очень актуально с детьми, конечно. Я все время думала, где холодильник? Он не знал, что так можно никогда. Ой, это посудомоечная машина. Я не мечтал. Загляните под раковину. Ну, то есть вы не помните, что это за большая помпа под раковину. Это, видимо... Это, видимо... Это измельчитель. Я боюсь. Сначала воду включите. А потом кнопку нажимаете. Вот эту? Да. Представьте себе, там что-то прималывается, смывается автоматически туда в канализацию. Все, вопрос решен. Это дом будущего. Посмотри. Спасибо нашим организаторам. Она все предусмотрела и все подписала, чтобы не заблудиться. Вообще просто все великолепно. Нет, все. Мы все поместимся за этим столом. Раз, два, три, четыре, пять. У нас всегда не было одного места. Да? Лично. Да. Ну, тут все, что поменяют. А главное... Главное вот это. Это же тоже мечта. Да? Да. Да, и не такую фактуру вообще. Просто чудо какое-то. Я совершенно не ожидала, что ваша программа может так кардинально все изменить, потому что я думала, что это просто ремонт, а это переделка внутри себя. И я, кстати, часто потом вспоминала, когда мы приезжали в ангар, и вот эти наши вещи, вот это избавление от них, как освобождение. Конечно, больше не хочется такого засилия. Минимализм этот мне очень нравится. Нравятся белые холсты. А мне даже не хочется ничего трогать. То есть так останется. Здесь не только кухня, это творческое... Лаборатория. Странство, да, что здесь мы не просто кушаем и готовим еду, хотя здесь это очень удобно все придумано и сделано, но здесь место, где будет готовиться что-то творческое. Ну, то есть за кухонным повседневными делами можно думать о великой. Это наш квартирик похож! Вот здесь будет стоять мой велик. Вау! Паня, поди себе. Почему я не знаю? Вау! А это что? А это что? А это что? Так классно! Как будто мы в гостях у кого-то. Примерьте. Как мелкие такие красивые, мы в гостях. Ой! Нажимай. Мне очень нравится. Тут так классно. Спасибо вам за ремонт. Огромное спасибо. Очень спасибо. essaaime. Олажное спасибо. Попробуй. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...